Добрый день, дорогие друзья! Сейчас у меня будет совместный эфир с Усланом Плеевым из Южной Осетии, из Тхинвала другом, товарищем, единомышленником Мы с ним обсудим Ирон Агдал Ну вообще, что такое Агдал Почему он нужен в современном обществе Я даже считаю, что необходим Эта тема оказалась очень такая горячая Я тут недавно видео записал Многие из вас его видели Одна наша журналистка, известная Там написала очередной такой свой пост Ну не только она пишет Многие пишут похожие Но вот она как бы, так сказать Собрала все воедино Что этот Агдал не нужен Что это все такое какое-то устаревшее А что люди тонко чувствующие, открытые миру Им вообще все это не надо Я там вот ответил ей Так Старался, конечно, максимально деликатные слова Выбирать И сказала вроде какие-то очевидные для меня вещи Абсолютно очевидные Ничего там сверхъестественного Но видео получило какой-то такой колоссальный резонанс На мое удивление тоже, знаете И вот мы с Усланом решили как бы продолжить эту тему Потому что я так понял, что она очень востребована И вещи, которые кажутся очевидными мне На самом деле не такие очевидные Вот сейчас Услан появится Я его пока не вижу И мы с ним это дело обсудим Потому что это очень важная вещь Ведь у нас же сейчас принято смеяться над традиционными ценностями Традиция, ха-ха-ха Мы такие все современные Но если мы посмотрим серьезную элиту Ну серьезную такую глобальную мировую элиту Будь то там, я не знаю, саксонская элита Будь то даже Южная Европа, Рим и все остальное Будь то даже, не знаете, знаменитые еврейские кланы Они все держатся на традиции Там все жестко традиционно внутри И они свои традиции берегут и чтят пуще всего Для них не так важны деньги, как важна традиция Важны предки, важны предания Все это важно Вы обратите внимание даже Они вот в одежде даже стараются во многом соответствовать Одежде вот древних времен Да, они же все такие современные ребята Вот они же могут ходить в рваных джинсах Но почему-то ходят в смокингах Да, в дорогой какой-то одежде В которой ходили их предки А можно же ходить в модной Какой-то там ультрамодной Но нет, чтят традиции На все официальные мероприятия существуют дресс-коды Туда в джинсах не попадете Если там серьезная аристократия собирается Если брать в качестве другой пример Например, еврейские кланы знаменитые Хасиды вот эти, да Которые контролируют алмазный рынок Которые контролируют финансовый Нью-Йорк Да, трансляция сохранится обязательно Которые контролируют финансовый Нью-Йорк Вы обратите внимание на их одежду Это одежда еврейских местечек 18-го века 18-го, 19-го века Вот эти сертуки, шляпы, белые рубашки Почему? Потому что они чтят свои традиции Понимаете? И так во всех вот этих настоящих Серьезных элитах происходит Они безусловно чтят свои традиции И самое главное, что они умеют делать Это воспроизводить элиту То есть воспроизводить свое потомство К этому относятся самым внимательнейшим образом И в то же время Странам и народам, которых как бы Они там захватывают Или являются их колониями Они на корню уничтожают традиции И вносят им так называемые Общечеловеческие ценности Общечеловеческие ценности Либеральные ценности Какие угодно, понимаете? Для того, чтобы взрыхлить эту почву Других народов Превратить их в такой гумус В такой навоз В котором уже будут расти Их потомки И их интересы будут произрастать Так, сейчас Суслана я присоединю Секундочку Общечеловеческие ценности Ценности и холератность Я вам могу сразу сказать Это враги Это враги нашему народу До конца они не понимают Приветствую, Суслан Изнеда, говорю просто Они не понимают, что они действуют как враги Все эти общечеловеческие Либеральные ценности Любые другие Которые вот несут и говорят Давайте будем как все А как все это как кто Вот я просто в этом видео Привел слово, которым обозначают Ниши и классы Аристократия так называют Это староанглийское слово И как вот товарищ, который я лекцию смотрел Он сам учился в Итанском коле И вся вот эта элита-элитная учится И он называет это вхож Это слово, говорит, староанглийское непереводимое Он так и сказал Говорит, ну я не знаю назначение этого слова Я когда его услышал, я-то понял О чем идет речь, понимаете И вы сейчас Таланы же в Европе ходили Они оставили это А ты не понимаешь Даже эти очевидные вещи не знают Когда мне там люди пишут Почему ты говоришь, что саксы имеют какое-то отношение к осетинам Ты понимаешь Я понимаю, что люди либо уроки истории в школе прогуливали Либо они не знают, что их язык осетинский Считается ветвью древнесаксонского немецкого языка Его изучают в европейских вузах Как архаичный древнесаксонский немецкий язык Осетинский, вот о котором мы сейчас разговариваем И они через этот язык Через эти, как сказать, понятийные какие-то вещи Они понимают лучше свой язык Откуда какое слово произошло Там понемы Давно вот ученые изучают И вот таких Когда такие вещи очевидные Говоришь, соц, понимаешь У тебя потом вываливают глаза И говорят Ты там фантазер что-то придумал А, Аланы Невежество в 21 веке Невежество в 21 веке Это есть элемент управления Понимаешь? И чем больше будет невежественных людей Тем больше можно и легче ими управлять Просто и все И при этом ты понимаешь Информации огромное количество Просто потрудитесь Там не знаю В гугл запейте Даже в эту дуропедию тупую Понимаешь? И то там сколько информации Можно почерпнуть Я уже не говорю там Про научные труды Вот просто в дуропедию Ну, Тимина Туваева Всем как бы снимает Видюхи Чтобы все люди смотрели Они как бы Чтобы даже не утруждались Там гугл вбивать Просто посмотрите видео Просто элементарно Да Тимина Туваева Сделала цикл фильмов Аланы Дорога на запад Кто ты король Артур? Она рассказывала Как во время Великого переселения налогов Эти воины Аланские Они туда пошли в Европу И захватывали там Какие-то королевства Собили там Этой правящей аристократии Это что новость для кого-то? Естественно, там остался язык Естественно, там остались Некие понятия Я вот с ученым разговаривал Который британец Он говорит Ну, вот многие слова Мы же, говорит Ну, как бы Говорим, а назначения не зная И вот чрезвычайский язык Наоборот, слово, говорит, барон Ну, вот барон и барон Это у нас был человек Который там вот при власти Да, земельный этот Барон, говорит Оказывается, это слово Право имеющий Барон Бар – это право В вашем языке Бар – это право До сих пор осталось А у нас это как бы барон А в русском языке и осталось как слово «барин». То есть человек, который имеет право, у него там есть какие-то челяди и все прочее. Это ученые изучают такие вещи, это не является какой-то сенсацией. Переведем наш диалог именно касательно того дискуссов, в котором мы заявили, Иронахдау, что это такое вообще? Вот я пару слов, если можно. Вообще, чтобы вы понимали, Иронахдау, это Остинский свод традиций, законов, который нам остался от наших великих предков. Все мы гордимся тем, что мы с Киев, и Сармат, и Аланы. Многие даже не понимают, в чем их величие. А их величие именно в этом Рдаве, который есть. И этот царь, который мы сохранили, точно такой же. Это свод правил, это фактически кодекс аланской чести, который сейчас пытаются воспроизводить его, пытаются какие-то наподобие что-то делать, но на самом деле Иронахдау в чистом виде это и есть свод правил поведения. Иронахдау, это в общем священное даже писание, писания его нет, но вот священные правила о жизни Алана, Астина, то есть доставшиеся нам от предков. И сегодня человек, который говорит о том, что Иронахдау, это переждаток прошлого, это как сказать, это значит, это то, что тормозит нас для общения с современной цивилизацией. То есть это совершенно не так. Вот есть, допустим, кодекс самурая, бушидо, или бусидо, как хотите. То есть вот японцы, когда они перешагнули из эпохи там самураев, там, в эпоху современную, они полностью, в принципе, бусидо, они взяли и внедрили их в производство, в экономику, в политику и так далее. То есть они не отказали... Якунзо, якунзо, пожалуйста тебе. Да, то есть они просто взяли, перевели их на современный лад. То есть они не отказались от своего прошлого. Отказ от своего прошлого это равносилен тому, как вот, допустим, дерево произрастает на своих корнях. То есть это вот начало его произрастания. То есть вот как вот семечка зародилась, пустила корни, потом пошел ствол. А вы хотите корни отрезать, вот там девушка, которая там начала этот дискусс и там оказывается у нее там какие-то доброжелатели нашлись и недоброжелатели. В общем, дерево, у которого отрезаются корни, оно уже не жизнеспособное. То есть если вы хотите уничтожить наш народ, так чему-то многие народы соседствующие стремятся, то, извините, то это вот первый шаг отрицать свою историю, свои традиции, свой ртау, то есть манеру поведения наших крытков. Если вы считаете, там, многие из тех, кто вот говорят о том, что вот это тормозит развитие нас, как вот наци, вы считаете, что отказавшись от значит, наших традиционных каких-то ценностей, заменил их жвачкой и сексом, и наркотиками, и это шаг в новое будущее, то я вас разочарую, что вот люди, которые управляют миром, они-то не борются за то, чтобы там общество потребления стало и их полболь. Они заработали все деньги мира, у них уже все есть, ребята. Они борются за свою идентичность и хотят стереть идентичности всех остальных народов. То есть я считаю, что вот Россия, как вот многонациональная страна, она сильна своими малыми народами. И вот стирание этих идентичностей, это приводит к развалу России. То есть если вот так вот резюмировать то, что я говорю, то есть уничтожение самобытности народов России ведет к ее развалу, к уничтожению России вообще как державы, как нечто многонациональное, мощное, которое взаимодополняющее. То есть многие представители, допустим, тех же славянских народов, которые радикальные славяне, их так называют, то есть ребята, которые как бы за именно за свою нацию, за русских, за белорусов, за славян и так далее. Но они немножко недопонимают, что помимо славян, все остальные народы, которые населяют Россию, они важны. То есть там превосходство одной нации на другой, такого не должно быть. Мы все взаимодополняющие, и если из всех делать славян, то мы просто возьмем и уничтожим Россию, ту Россию, которая нам досталась от Советского Союза, неважно было, ты русский, грузин, астин, чеченец, все были советские люди. То есть и вот в этом была сила Советского Союза, в этом была идеология Советского Союза. И именно это держало вот, если вырубить допустим весь лес и посадить там одни и те же деревья, это как, то есть будет это красиво или нет? А у одних как бы даже не посадить, а пытаться сделать из ели березу. Ну это же как, отрезай ей корни, она просто засохнет и ее больше не будет, то есть из ели мы березу не получим. Отказываясь от своих истинных ценностей, которые были сохранены путем жесточайших катаклизмов для наших предков, и сегодня вот какие-то люди, которые ничего из себя во многом не представляют, там пишут вот это интернет как хомпейдж, да, вот этот интернет хомячки, которые сидят и пишут на самом деле большая дискуссия, я же это читаю, 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 я же как-то молчал, молчал, знаешь, ну как бы думал, молчал, и сегодня у меня просто уже, знаешь, последняя капля, была дискуссия, ну у нас большое колесо журналистов есть, которые регулярно парапилят, троллят, высмеивают, что они шорты обсуждают, что они еще что-то обсуждают, понимаешь, и поэтому всегда хочется поставить точки на ды, и как бы каждый пусть себе поделится, кто он есть, он в какой стороне, вот и все, одни там вот они говорят, понимаешь, ну вот я просто извини тебя на секунду, ты тоже эту лекцию посудила, тебе его сбрасывал, и там вот он рассказывал, как, вот я еще потом читал, короче, королевы, нынешние королевы, ее мужа зовут Филипп, этот король Англии фактически, да, который, и вот он рассказывал про учебное заведение, в котором он учился, он не учился в Итане, он учился в похожем учебном заведении в Шотландии, то есть его ребенком отдали в это учебное заведение, как там происходит вот обучение, вот вы сейчас представьте, как у нас учат школу, и что там делается, там, говорит, в Шотландии, это замок был средневековый, там окон в спальнях не было, ни зимой, ни летом окна не закрывались, потому что их не было, стекол не было, специально так было сделано, говорит, спали под тонкими одеялами, а горячей воды вообще не было, можешь, не можешь, бегать, обязательно спорт, то есть считалось, что ты должен закаливать свое тело, через не могу, там не было обслуживающего персонала, то есть люди были, которые им готовят еду, а вот за столами все они убирали сами, посуду за собой мыли сами, причем это все аристократия, это все дети лордов, маркизов, графов, и все это вот, голубая кровь, знаете, белая кость, аристократия, и он говорит, почему это делается, потому что если ты в детстве ребенку не воспитал такое качество, как воля, как командная игра, как вот эти вот все вещи, которые формируются в детстве, получишь безвольное существо, понимаешь, аморфное, которое до конца, до 30, до 40 лет будет в себе что-то искать, понимаешь, в нитамы в утренних поисках находятся, открытые миру, понимаешь, там полупокеры в полукедах, и вот они делают этих полупокерами в полукедах, а сами они наоборот себя ведут, понимаешь, и вот когда им говоришь наше, ну понимаете, нам предки оставили это в традиции, то есть у нас в традиции почему-то такие же самые были, вот ну как бы, да, я с детства помню, я просто помню случай, в детстве мы с отцом поехали на море, в 80-е годы Советский Союз, мне было, не знаю, лет, может 6-7, где-то в этом возрасте было, и поехали вот на море мы были, там путевка была, и соответственно, на море ходили, в гостинице жили, и такие талоны тогда давали на обед, там в кафе обедать, и мы, короче, на море купались, и ходили в гостиницу, отец полностью одевал, сорочку, брюки, там туфли, я одевался, был рядом с пляжем, а другие дети, родители, люди приходили туда, в трусах, в клапках, и вот сидели за столом, ели, мы там одни только в одежде были, и мне же ребенок, мне же неудобно, понимаешь, надо оттуда, с пляжа идти куда-то, потом туда, потом сюда, и тут ходьба, я не понимал, зачем это надо, я говорю, папа, почему, говорю, вот мы не можем тоже в трусах кушать, как они кушают, он говорит, мы, говорит, не можем, они, я говорю, они же могут, они, и я, говорит, в своей жизни в трусах за стол никогда не сел, и надеюсь, говорит, ты никогда в трусах за стол не сядешь, потому что это вот как-то нехорошо для нас, им, говорит, можно, им все можно, нам, говорит, нельзя, тогда это не понимал, но это на уровне привычки настолько вбилось, это сих пор на море бывает, я не могу раздеть, и вот съесть и кушать, понимаешь, но это элементарные вещи, казалось бы, да, вот для нас это обычные базовые вещи, то же самое про эти аристократы, слушаю, почему они как бы и там в обед, и там на ужин, они выходят одеты, не в трусах там семейных, но они штуки тоже не видят, но ты же не для кого-то делаешь, для себя это делаешь, это и есть вождан, понимаешь, когда дисциплина внутренняя, вождан это всегда самоограничение, это всегда сдавливание себя, это постоянный контроль себя, это ограничение себя, конечно, ты себя заставляешь, заставляешь себя утром вставать, делать зарядку, там, тренироваться, это же заставляешь себя, понимаешь, ты же можешь на расслабухе жить, расслабуха, это вот эти полупокеры, полукеды, которых британская аристократия почему-то называет фош. А вождан это самоограничение, это самодисциплина. Безусловно, конечно, всю жизнь. Не для кого-то, а для себя. И вот это нам хотят у нас забрать. Говорят, да это пережитки прошлого. Вот я им хочу ответить, ребята, вы определитесь вы с кем. Вы хотите быть там как эти западные фош, ну на здоровье. Не надо нам это навязать. Извини, вот просто такой... Я полностью тебя поддерживаю. Я почему поддержал прямой эфир, потому что вижу твое негодование, я его разделяю в принципе. Я, так как занимаюсь политическими науками, я исследую вопросы политических систем, часто анализирую все, что пишут и так далее. Плюс, так скажем, достаточно хорошие учителя у меня были по политтехнологиям. И одна из преподавателей, вот в Рудене, когда я учился, она сказала такую вещь, говорит, вот задание, говорит, на следующую пару у вас, говорит, вот как убить народ. Вот как убить народ. И все там, ну, пришли на следующую пару, все там, ну, все там ха-ха-хи-хи. И вот единственное, я угадал, как это сделать, да, там предлагали, ну, угадал или внутренне чувствовал или видел то, что с нами делают. Значит, первые предлагали, там, ковровые бомбардировки, там, ядерную бомбу и так далее. Но все равно, говорит, один человек выживет, и он, говорит, вытянет нацию. То есть, он, наоборот, и станет жестким националистом, потом своих детей так воспитает. И в итоге, говорит, нация все равно сохранится. Самый простой ответ был. То есть, достаточно убить историю, то есть, изоврать историю полностью, что вот кто ты, да какие Аланы, да ингуши Аланы. Скоро мы дойдем до этого, что будут говорить, что типа, о, Аланы нет, это ингуши ты. То есть, вот они же воруют историю, да. То есть, а в Южной Осетии всегда грузины жили, да, хотя там, в карте советской, там, между древней Аланией и этой Арменией и Грузии никогда не было, да. То есть, всякие, ну, вещи, которые уже многие даже не знают. То есть, сейчас у нас крадут историю, у нас крадут, значит, наши традиции. И изнутри разлагают общество, да, вот если эта девочка журналистка, если честно, я не читала эти комментарии, вот то, что слышал. Если эта Остинка говорит журналистка, которая вещает, то есть, формирует общественное мнение и говорит о том, что, значит, Ирон Ахдал это вообще пережиток прошлого, да, вот я еще, кстати, вот хочу два слова упомянуть, священники, который там хотел на Хет-Аджи-Жор построить там церковь и так далее, да, и там самозахват, по-моему, в Вардоне был или в Беслане, вот я не помню, там святилище, то есть, то есть, ну, это звенья одной цепи, это вот система по разложению нашего, по уничтожению нашей нации фактически. Я тут не с точки зрения национализма говорю, я вот сижу в косовратке российской, русской косовратке, да, там не в Остинском, хотя у меня и Остинская есть, то есть для меня, в принципе, я мультикультурный человек, но в то же время у меня национальное самосознание, как вот Остина, как человека, который принадлежит к определенной нации, который горд тем, что он Остин, не просто потому, что, значит, он просто, ну, там какие-то предки были, у нас и современники очень хорошие. Просто сегодня система общества, вообще система управления так устроена у нас, да, что вот, к сожалению, вот до этого с Муратом Басевым мы обсуждали в прямом эфире, вот социальные лифты и так далее, да, что сегодня у нас их нет вообще, то есть их практически нигде нет. То есть, как вот передовая молодежь, как она может самореализовываться в Осетии. Никак, уезжает. Приезжает там, грубо говоря, из сел, люди. Сегодня говорить на родном языке у нас уже это, сравни, то есть, а сельский, да, вот на Остинском говорит, то есть уже уничтожение языка идет вот через вот эти стереотипы, то есть эти стереотипы навязывают те же журналисты. Мы сейчас видели, вот как вот, ну, искусственно нагнетались цифры по коронавирусу, там, раскручивались и так далее. То есть, вот, я еще закинул вот в Фейсбук на страничку, я тебе тоже, по-моему, скидывал статью, как манипулировать СМИ. То есть, через СМИ идет огромная манипуляция, то есть, массовым сознанием, то есть, убиваются традиции, убиваются, значит, какие-то национальные вещи, да, которые высмеиваются. То есть, это первое, первое есть высмеять, что это на самом деле, вот, самое святое высмеять и все. Для нас это вот, помнишь, значит, Шарли Эбдо, когда вот это, высмеяли Мухаммеда, да, когда там им ворвались и это. Вот, и потом представить их радикалистами, типа, вот, сволочи, хотя над святыми вещами поиздевались и просто получили ответ. Я это не одобряю, то есть, такие методы, но по факту это была спровоцированная вещь. А потом разнесли это все и перевели в радикальный славу. То есть, сейчас вот люди, которые говорят о том, что Иронахдау и Астинские традиции и так далее, то есть, это все не нужно, да, тогда почему вот именно вот Астинские традиции и так далее, они записаны в ведах, в древних ведах, которые, вот, изучаются сейчас учеными и они, как бы, читают по ним лекции. То есть, как, вот, есть Олег Георгиевич, Арсунов, который читает много лекций именно вот из ведических этих. То есть, вот, когда его слушаешь, то ты понимаешь, вот, именно вот Иронахдау, который есть, да, вот, обязанности мужчины в семье, женщины в семье и так далее. То есть, это вот истинный Иронахдау в чистом виде. То есть, многие этим восхищаются, а свои же изнутри, как бы, разлагают вот все, что мы имеем, как бы, пытаются развалить. Мне очень, как бы, печально от этого. И единственное, то, что я могу сделать, это как бы вот на своем примере показывать, что вот, ну, пастинские традиции, Иронахдау, асданжин, о котором ты говоришь, да, асдан, это не какие-то слова. Сейчас вот, к сожалению, вот мы получаем, откуда это вот, что это лицемерие и так далее. Вот, когда наши чиновники приходят там и делают из себя супер верующих, там, которые там приходят, там, типа молятся, не понимая о том, куда они пришли и как там надо себя вести. То есть, да, у них это лицемерно получается, и люди это видят, и, конечно, когда еще масло в огонь подливает какая-то там журналистка, которая говорит, это лицемерие и так далее, многие верят. Но, вот, обращаясь к нашим костинам, вот, я вам говорю, что дерево без корней расти не может. Если отрубить дерево корни, оно либо засохнет, изгниет, либо его просто отрежут, и из него сделают там тумбочку. И эта тумбочка будет у какого-нибудь толстосума стоять, и вы просто потеряете свою самоидентичность и будете никем. Будете тумбочкой, значит, будете себя плохо вести, будьте унитазом там или еще чем-то. То есть, и говорить о том, что это плохо и так далее. Просто, в любом случае, любые традиции с развитием технического прогресса, они должны подстраиваться вот под этот технический прогресс. То есть, те же китайцы, о которых мы говорили до этого, да, то есть, они не отказались от конфуцианства, они взяли все, все, что лучше у конфуцианства, взяли у конфуцианства. Коммунизм им понравился, то, что там есть некий элемент социализма, что вот социальное устройство и так далее. Они взяли оттуда. Они марксизм взяли только потому, что он не противоречил конфуцианской этике. Только потому, что он продолжал. Это развитие, они стали развить о конфуцианской этике. Вот, они не отказывались от своего, то есть, они не стали разрушать собственную идентичность, они ее надстроили, они взяли у современного общества то, что есть хорошее. Вот я как раз вот до эфира говорил со своей подругой, и она мне говорит, что говорит, в эпоху интернета какие традиции, о чем ты говоришь, это такая спорная тема. Интернет говорит, разрушить любые традиции. Я говорю, нет, я говорю, слушай, с помощью интернета мы можем рассказать о наших традициях и развеять их. То есть, если мы раньше говорили друг с другом, то вот сейчас, Аллах, вот мы сидим, нас 66 человек слушает. То есть, для этих людей мы уже открываем какие-то, мы говорим на русском, потому что уже многие даже остины не говорят на остинском, на том. Нет, а мы еще говорим потому, что вот этой темой очень сильно интересуются больше даже русские, чем остины, понимаешь? Потому что им идентично стерли сильнее, им это больше нравится, им это сильнее заходит. Я когда им рассказал, как делается касс, я вот нескольким русским ребятам рассказывал, они все своим детям касс провели, понимаешь? Потому что у них сердце отзывается, они понимают, говорят, у нас 100% были те же обряды, просто у нас их собрали уже, когда аж кристианизация была, а потом при советской власти стерли. У вас осталось, вы, говорит, сохранили, для нас это, говорит, наше общее культурное наследие. Даже Аллах, есть вот русское, древнерусское выражение, аз есим князь, да, эс из князь, то есть, ну, я есть князь, то есть элементарные вещи, которые у нас просто, так как славянская культура, она тоже изобилует многими вещами, и все-таки Россия, она большая, и промывка мозгов русским шла полным ходом много лет. Мы, как малый народ, нас всерьез никто не воспринимал, и мы за счет этого сохранились. Но сегодня, в эпоху интернета, в эпоху открытия, там, архивных каких-то документов, и так далее, вот эти люди, которые, как бы, управляют миром, они начинают изучать культуру, и когда они видят, опа, идентичность, как у нас, тогда они ее пытаются полностью уничтожить. Я думаю, что все невзгоды, которые выпали на долю Осетии, они не просто так, они не случайны. То есть, вот, у нас был Южная Осетия в 89-м году, да, там, в 20-е годы мы не берем, дарая современность. Значит, у нас был, там, 2004-й, 2008-й, у нас был Беслан, и так далее. То есть, кучу невзгод, и эти невзгоды нас должны были сплотить. Они нас, наоборот, разъединили. То есть, разрыв, из-за, там, определенных чиновников, которые отказались, там, взаимодействовать, в той, в той, так скажем, как же выразиться-то правильно. Ну, на что рассчитывали Южные, Северные им не дали. Поэтому Южные, во время войны, они, как бы, все-таки немножко, некая, некую обиду сохранили. Да, сейчас, вот, опять-таки, вот, все, что сейчас происходит, вот, коронавирус и так далее, да, вот, закрытие границы и так далее. То есть, вот, это все влияет на людей, просто, даже вот в тех местах, где не было антироссийских настроений, они сейчас появляются, вот у нас, допустим, да, то есть, местное население под запретом выезда и так далее, а пограничники ездят, куда хотят, то есть, они не могут принести коронавирус, а местные могут, то есть, вот, какие-то двойные стандарты, они изнутри, как бы, разжигают, вот, как сказать, внутреннее недовольство ситуации. А внутреннее недовольство, там, многие из чиновников говорят о том, что вот это там указка из Москвы, и плюс это да, это мы не допустим, там ничего и так далее. То есть, ну, люди-то видят, что вон они ездят, а мы не едем. То есть, это опять внутренний протест у общества появляется. То же самое, раз, значит, одни ходят на святые места, и тут появляется священие, которое говорит, я здесь построю церковь, это все, то есть, и опять внутренний протест. Такое ощущение, что кто-то специально, создает внутренние процессы, которые ожесточают население против там определенных сил. То есть, это работа по разладу, или почему, я не знаю, но вот, я до этого говорил, и сейчас говорю, что Осетия единственная, значит, республика на Северном Кавказе, которая никогда не предавала Россию, ни Российскую империю, ни Советский Союз, ни современную Россию, но в то же время, сейчас вот какие-то деструктивные процессы происходят, и вот культурное уничтожение культуры, вот как вот, допустим, я, допустим, полностью за то, чтобы мы там, я обучался на русском языке и так далее, но там меня Россия обучила, то есть, я закончил университет дружбы народов, и я прекрасно отношусь ко всем, значит, поэтам, писателям России, их как бы наследие ничем не заменить, да, то есть, я и осетинских поэтов, и, значит, писателей изучаю и так далее, но русское наследие, которое было оставлено там, русский мир, который есть, который вот сейчас пытаются из пальца высосать, вокруг него как-то вот что-то сделать, то есть, я полностью это разделяю, но когда в Южной Осетии ввели второй язык русский, мы вообще перестали говорить на осетинском языке, то есть, вот те процессы, которые идут в Северной Осетии, да, то есть, вот говорить на осетинском языке, это уже, а, это сельский какой-то, здесь тоже уже появляются такие вещи, то есть, и, ну, я ничего другого в этом не вижу, кроме как уничтожение, вот, национального самосознания, осетин, вот, это унификация, ты пойми, унификация, да, но это правящая элита, есть правящая элита, и вот, она не важна, там даже саксонская возьмем, она еврейская она будет, или даже римская, да, итальянская, там все равно тоже, да, и Ватикан, все остальное присутствует, они тщательно, тщательно бдят свою традицию, свою культуру, свой язык, но при этом всех остальных превращают в этот вхож, понимаешь, они, ну, это стратегия, это так делают, так власть устроена, вот как вот у них есть в странах, в их вхож в каждой стране, как бы, массы, вот в такую же массу они превращают все, и Россия, это вот такая периферия этого мира, унифицированная, понимаешь, с помощью культуры, системы образования, они весь этот народ российский превращают в этот вхож, с помощью, естественно, наших политиков, нашего руководства, одних купили, а другие просто по недоумию, они не понимают такие вещи, я же вот, ты сейчас говоришь про руководство, я вот недавно на дискуссии присутствовал, тоже старшие, уважаемые люди спорили по поводу остинского календаря, ну, не знаю, у вас они бывают, у нас есть дискуссия регулярно, то есть очередная, ну, я так попал, здесь юрцамы бывают, постоянно бывают, и календарь, один говорит, я такой сделал, другой, я такой сделал, я сижу, слушаю, как считали бы, с чего, там, эти зимние сансостояния, летние, говорю, понимаю, все, понял, праздники, что, ну, вот, как бы, там, вот, в этот праздник, там, Васил, или Кардакашин, там, вот, у нас, там, в селе, короче, сенокос был, если, типа, два дня, три профухать в горах, то, как бы, сено нормально не уберешь, я говорю, понял, ты, говорю, где жил, высота какая над уровнем моря, он говорит, 2400 метров, 2400 метров, где-то Таранжело, с той стороны не выходца оттуда, я говорю, замечательно, вот, у Вас, говорю, трава во сколько, когда созревает, у Вас раньше, или где-нибудь в Бельхотово на равнине, он говорит, ну, да, у них, типа, раньше, я говорю, так у них поэтому на две недели календарь сдвинут, я говорю, это что, понять трудно, что ли, поэтому, это праздник сдвинут, не потому, что они тупые, а Вы правильные, а потому, что у Вас календарь, самое главное, говорю, поймите, у Вас Боратовский календарь, ваш сельскохозяйственный, там отражены сельскохозяйственные циклы в нашем календаре, когда что убирать, когда что косить, или когда чего сеять, понимаете, говорю, Вы, Бората, навязали нам свою идеологию, вместе с календарем, понимаешь, выберу, нам навязали, он говорит, а какие, говорит, еще бывают, я говорю, посмотри календарь Российской Федерации, по которому мы живем, открой там, там, говорю, есть что-нибудь про сенокосы, там, про для уголков, там, не знаю, пшеницы, еще что-нибудь, про сельскохозяйство, что-нибудь есть, ничего нет, а что есть, есть про подвиги, про парады, про там победы какие-то, почему, потому что календарь Шартагатов, они празднуют свои памятные события, когда они кого-то победили, военно-морской флот, парад, там, такой флот, парад, еще чего-то там, праздник какой-то, налоговой полиции, там, еще чего-нибудь, понимаешь, это их, потому что календарь всегда делают те, кто правит, вот, говорю, нами правят бураты, вы нам навязали с сельскохозяйств и календарей, говорите, что это ист на последней инстанции, я говорю, это не так, я говорю, вам свет, сидели старые люди, там, по 60, по 70 лет, ой, что ты говоришь, я говорю, в смысле, что я говорю, вот вы мне сейчас только сидели, распинались и доказывали, что вот в этом календаре только правильно и истинно показывают, когда нужно косить траву, вообще в детстве, зачем тебе это надо тогда, объясни мне, в чем вы нам этот буратовский календарь, и вы вокруг него дискуссию ведете, то есть ты понимаешь, мера понимания, даже этих вещей не понимают, вот таких вещей не понимают, и это нам тоже навязали, извини, пожалуйста, мне просто вот эти, тем такие, вот я вот за последнюю неделю вот попадаю в такие, знаешь, дискуссии поанталу. Ты сдерживай, Нилан, я вот смотрю, ты эмоционален, эмоции надо, эмоциональных слов люди не понимают, к сожалению, я сам очень эмоционально был, вот сейчас вот стараюсь работать над своей подачей информации, потому что я вот говорю одно, а люди совершенно другое слышат. Вот я говорю, вот ну не делай так, потому что вот это и это, и на меня обижаются, я говорю, я что плохое сказал, я же для тебя это говорю, я говорю, чтобы ты не пострадал, и с эмоциями люди не слышат. Но тут самое вот то, что ты сказал, люди говорят, я такой календарь сделаю, а ты такой сделай. То есть понимаешь, вот это вот, раз даже если это Бората календарь, ты понимаешь, вот если их будет два, то люди делятся на две части сразу, а если будет три, еще там какой-то силой. Вот мейнстрим навязали, вот мейнстрим навязали, ты понимаешь? И я вот тогда понял, когда я с ними сборил, я понял одну вещь, я вот просто, знаешь, это осознание, на меня бывают такие стучки осознания. У Бората горизонт планирования один год. От посевной до уборочной. У них год, у них горизонт планирования один год, селька хозяйственный год. Вот они вот живут в календаре один год, у них нет стратегического планирования. Они живут одним, послезавтрашний днем максимум до сенокоса, до уборки урожая. К шар-тагата живут поколения. Вот родились мальчики какое-то количество, им нужно через 20 лет выдать боевое подразделение. И они думают категория на одно поколение, как минимум. Это шар-тагата, воины, они воинов должны воспитывать в каждом поколении. А лагата думают на поколение вперед. Вот все, что ты сейчас сказал, я полностью одобряю на тему Южной Осетии. В 2014 году, когда я вернулся из Москвы, я начал говорить, я говорю, у нас нету стратегии внешней и внутренней политики. У нас есть, ну, стратегия безопасности есть, там ее заставили написать, там и так далее. Я говорю, если у нас не будет стратегии, если у нас не будет поставлены цели, к чему мы идем, как мы можем прийти? Эти цели должны быть по всем направлениям, там, культура, молодежь, политика, военное дело, все. То есть, ну, и у меня такое ощущение, что их специально не делают. Не внутренне. А ты не скажи, Сослан, ну, ты же политолог, а ты не скажи, а в России стратегия есть вообще? Стратегическое оборудование в Российской Федерации? Самое, вот я часто говорю. Я тебе о чем и говорю. А чем отличается Фош от элиты? Вот чем отличается? Вот этим и отличается. У Фоша нет завтрашний день. Вот ты заметь, вот это нам навязали в культуру, живи одним днем. Это же слоган, который прошивает через кино, через день, надо живить здесь и сейчас, живи одним днем. Вот живи одним днем, это про Фош. Они не думают на сто лет вперед. Зачем им живем? Он одним днем живет. Он же растение, которое выросло, завяло, поблагоухало и исчезло с этой планеты. Он живет один днем, потому что он Фош. Благодаря Сталину Советский Союз знал, когда будет коммунизм. То есть была постановка цели и все знали, когда он придет. К сожалению, он ушел из жизни раньше, чем коммунизм настал. Но не знаю, я надеюсь, что все-таки у нас эти все вещи тоже выправятся и наш народ, наш народ, понимаешь, вот даже сейчас вот коронавирус, вот когда был Беслан, я смотрел на людей, вот на их, вместо того, чтобы сплотиться, и сплотиться не там против кого-то, а ради себя. То есть, понимаешь, вот люди начали делить и говорить о том, что типа вот им столько выделили, нам столько... То есть вот мне было настолько вот это вот внутренне противно и вообще на это все смотреть, я говорю, это стены, это вот, это вы, это вот великие потомки Аланов. Я говорю, мне вот, если честно, я до сих пор в шоке от этого. Я был в шоке от того, что происходило здесь после восьмого года, когда вот разворовывалось все. Это для меня это было, ну, ты же не у кого-то крадешь, ты крадешь у своих детей, у детей своих детей, там, у своего народа, у всех своих. Ты же не идешь там грабить, допустим, ты же не едешь в Америку и не грабишь и там каких-то там толстосумов, которые ты здесь воруешь. Так это же, говорят, из России деньги пришли, это же, говорят, не местные. Так они пришли для людей, для детей, для сирот, для инвалидов, для тех, кто потерял своих кормильцев, для того, чтобы мы выстроили свою землю, которая была разрушена из-за вот, так скажем, халатного отношения там и злобных соседей. То есть, люди это не понимают. Для людей, вот, ну, вот, сегодня обсуждали этот момент, как раз вот, я говорю, я вот прихожу на лекции, там госуправленцы у нас есть, да, не, или, да, госмуниципальное управление. Я их спрашиваю, я говорю, зачем вы сюда пошли? Я всегда спрашиваю, когда прихожу в новую аудиторию, там, будь это химико-биологи или там психологи или еще кто-то, или там международники. Я говорю, зачем, почему выбрали именно эту профессию? И вот, в последний раз, вот, я как раз спрашивал, мне сказали, такой, говорят, ну, как, говорю, вот, насколько у тебя больное воображение, вот, ты думаешь, что ты придешь, значит, к чиновникам, у тебя лимитированная зарплата, ответственности огромное количество, и, то есть, если ты уже идешь туда ради денег, значит, ты уже вор. То есть, вот, ты это понимаешь, если ты хочешь заниматься, значит, деньгами, тебе надо в экономику идти, тебе надо финансами заниматься и так далее, изучать, открывать какой-то бизнес, развивать его и делать из него что-то. То есть, но если ты изначально настроен на то, что ты идешь на чиновничье место, чтобы зарабатывать, то ты уже коррупционер. То есть, до чего довели сознание детей, что вот они мыслят такими категориями. И это не только в Осетии, это я в Рудене, когда преподавал, там точно такие же эти были. То есть, я говорю, зачем пошел в политологии, ну, я там на политологии, на нашей кафедре, он говорит, как зачем? Говорит, я стану политиком, там, потом чиновником, мэром, и буду там делить. Понимаешь? То есть, люди, значит, вот, самосознание вообще такое вот, когда я был в Карабахе, вот, познакомился с профессором армянским, и он мне, Асатрян, Гарник, значит, и он мне сказал такую вещь, говорит, вот понимаешь, говорит, Суслан, вот я тебя слушаю, говорит, я тебя понимаю, но есть, говорит, две системы мышления, говорит, вот государственная система мышления и, говорит, сельская система мышления, это, говорит, не то, что там сельпо или нет, у сельских, говорит, чаще бывает государственное мышление, говорит, просто, говорит, сельское мышление, но чем отличается от государственное, то есть, вот колхоз убрал урожай, и так, так, мне надо что-то украсть, и чтобы у меня дома много было, другие пусть голодают, но я зато обеспечу там на год запасы, на зиму и так далее, а государственное мышление, это, колхоз убрал, значит, но вот там бабушка, Она не смогла прийти на уборку И у нее нету там картошки И давай-ка я мешок занесу Потому что бабушка же как бы страдает И она тоже как бы социальная ответственность Такая государственная У нас к сожалению Я вижу что те кто должны заниматься Государственными вещами У них как раз таки сельская Вот именно вот такая вот Неправильная система мышления То есть негосударственная Они дальше там себя Своей семьи, своих родных, близких Никого не видят Аналогичной ситуацией была Индия Когда она была колонией Великобритании То же самое они там делали Что они в первую очередь уничтожали англичане Традиционную культуру, религию И все эти вещи, понимаешь Традиционная система управления обществом Вот если бы ты сейчас такие вещи Как говоришь, у нас был бы, например, работающий Штернахаш Или Нехаш, просто работающий Нехаш Тогда бы я бы пришел И им и сказал бы такую вещь Знаете, ребята, вот вы говорите бюджетные деньги Окей, а вы знаете бюджетные Вот такого, по-пацанячий, как говорится Бюджет, это не бюджет Это называется общак Это общаковые деньги Вот в нашей республике живет 700 тысяч На этот общак поступает такая-то сумма денег Она собирается с народа Часть, да, в виде налогов А часть приходит из федерального бюджета В виде помощи из федерального центра Это общаковые деньги И когда вы воруете общаковые деньги Вы их воруете не из бюджета Вы их воруете у всех нас А тогда, ребята, вы уже не воры Вы уже крысы А что с крысами делают Вы, наверное, знаете еще со времен своей юности Понимаешь? Если бы с ними таким языком разговаривали Наверное, лучше бы вы понимали Это, во-первых А во-вторых, когда у нас был бы Нехаш Рабочий Не такой, какой сейчас А рабочий Мы знаем, что вот этот человек есть Который ворует деньги То есть крыса И ему просто объявляется Что ни он Ни его родственники Ближайшие Больше Ни на какие свадьбы Ни на какие похороны Это посетинская традиция Ладно, я тебя чуть перебил Назвалось Кода Конечно Да Кода И Нехаш У него право И с ним не здороваются Да И с ним не здороваются Он никто Он никто Вот он так Вот и все Ты живи, пожалуйста Езди на своем лексусе Но ты за стол не сядешь И первый Знаешь, что ему на деньги На голову обвинут Его мама с папой Или братья какие-то Которые от этого пострадают Которых не будут звать Отторнут от общества Вот и все И если, понимаете Вот эти институты Специальные разрушили И начинают там рассказывать Про, вот ты говоришь Бюджетные эти Скажи, пацаны Это бюджет Это не бюджетные деньги А общаковые И вы не воры Вы крысы Вот и все Хотите быть крысами Пожалуйста Они воруют Они воруют Они воруют У детей У людей Ну по сути Это так и есть Они просто Подменой понятий занимаются Понимаешь Самообманом Что мы воруем У федерального центра Нет, ребята Вы воруете у всех нас У каждого У меня У тебя У детей У бабушек Просто у людей Когда он украл деньги Которые должны были построить Детский сад И купил себе на них лексус Он кто такой? Он крыса обычно Вор, который, я не знаю Поехал в Швейцарию И банк выставил Это вор Молодец Красавчик Мы еще за него порадуемся Воруют у своих Такие же вещи Никто прямо не говорит Понимаешь И вот эти традиционные Формы управления обществом Нам и разрушены А базис этого всего Это мировоззрение Это хдау Так если даже оставить Вот ту систему управления Которая есть Но применить к нему хдау Именно когда человек Считает ниже своего Достоинства крысятничать Вот то, что ты говоришь Тогда он этого не делает Потому что он понимает Все будут презирать Но когда, извини меня Он крысятничает И люди, вот дети Стремятся быть такими же крысами Вот это А потому что они видят безнаказанность Потому что они видят безнаказанность Понимаешь? Они безнаказанности Если идеологически Вот это приковать К тому, что Вот даже безнаказанность Но он крыса Он вот Не рукопожнатный человек То Вот он даже будет Кровать У него будет Много Вот много денег у него будет Но с ним здороваться Никто Он встанет и уйдет Потому что Не может Человек жить один Это вот Ну Тем более В нашем обществе Тем более В нашем обществе Понимаешь? И вот Когда Мы так же Разговариваем Один его ждал День А другой ведет себя Как хочешь Это его выбор Мы же не навязываем На демократическое общество Но с ними можно Не здороваться Как минимум Ну Ходит он там Не знаю В трусах по проспекту Но это его право Ну Мне У меня с ним нет Ничего общего Пусть ходит дальше И тут еще Понимаешь И создавать Он пишет Что делать Создавать эти традиционные Формы управления Начинается Неужели В каждой фамилии Хотя бы Одного человека Не найдется Которому Авторитетного Да Не старого Я еще подчеркиваю Именно авторитетного Не важно Сколько ему лет будет На 40 50 60 Не важно Главное Чтобы к нему прислушивались В его фамилии И чтобы его можно было Выбирать То есть в любой момент Он что-то там Неправильно сделал Фамилия собралась Так Все свободен Следующий И все Это же очень легко Сделать Тем более в нашей республике Это же не где-то там В центральной России Где люди у них Разорваны родственные отношения Но собрались Маме Выбрали Там сказали Вот он будет Не знаю Марат Урат Алан Аслан Кто угодно И так с каждой фамилией Они собрались И говорят Ну ребята Вот такая ситуация В бюджет поступает Столько-то денег Ну вот Федеральный Вообще У нас в республике В бюджете такая вот касса И вообще Давайте как-то смотреть Алан В выпуску интернета Можно эти бюджеты Сделать открытыми Вот потратил я Вот на вот это Вот там должна быть скамейка А скамейки нет Почему Да это нет проблем Тем более в нашей маленькой республике Это вообще не проблема сделать А когда вот эта фамилия собирается Они помимо кода Еще могут что-нибудь объявить Ты понимаешь То есть там Возможности-то большие появляются Это просто И не надо От государства ничего просить Не надо Вот государство Вот государственный Парламент Там не знаю Там это как у нас Городской совет Там этот МХАШ Который у нас официально Они пусть живут своей жизнью Не надо их вообще трогать Создать такую параллельную систему Просто параллельную Внутри общественной контроль Граждан Нам же много говорят Про гражданское общество А это вот и есть Атрибуты гражданского общества Какие были у наших предков Элементы гражданского общества Еще ни у кого не было Когда еще ни у кого не было У них уже был Круглый стол Демократия И все прочее Но за стол садились равные Понимаете ФОШ за стол не садился Это тоже надо момент учитывать Туда еще нужно было Заслужить попасть Так же как вот За обычную За фонг Попасть нужно было Еще как бы заслужить И по возрасту И по уму И не всех пускали Это просто вернуть же Ничего не стоит Это же сейчас происходит У меня вот русский парень Меня спрашивает А ладно Ты мне это объясни Вот у вас приходишь На мероприятие За столом хищер сидит Да Вы же говорит Уважаемого человека Выбираете Вот мне объясни Почему у вас депутат Это один человек А хищер за столом Это другой человек Как бы так получается Вот как так Туда вы сажаете Уважаемого человека А выбираете Как бы Кого выбираете Это как А в России Что же самое А у них нет Самые уважаемые люди Поступают что ли Нет У них нет Традиционных форум Нету никаких Понимаешь У них нет Второй параллельной Системы власти В обществе Ее нету Нету таких Родственных связей И всего остального Нет Вот он говорит Не так просто сделать Я с тобой согласен Не просто Но если ничего не делать То ничего и не будет Ну говоря о традиционном Лидерстве Да я полностью согласен Что все таки Вот эти институты управления Которые были Да то есть Штарнахас и так далее Их не надо делать формальными То есть максимально Формализировать их Чтобы они какие-то там У нас формальный парламент есть Формальный есть он парламент Его хватает Даже два Городской такой Тут еще момент Знаешь Вот когда в Москве Я возглавлял Нашу молодежь Долгое время Да то есть Мы проводили митинги В поддержку Южной Сети Я часто ругался Так скажем На тот момент Я сейчас фамилию не буду называть Просто по определенным этим Чтобы не обидеть Но вот со мной люди ругались И типа говорят Что ты из общественной организации Там превращаешь Там в политическую Говорю Вот занимайтесь Вот культурный Вот хетаджбом будет Вот вордыг Славут И говорит Вот обслуживайте столы Там посмотрите Как старшие Там кьют Там это Тосты говорят И так далее Ну у нас же молиться И говорить тост Это кувен Это одно и то же То есть Типа вот учитесь И так далее Я говорю А давайте я говорю Просто курсы Вот ведение стола Я говорю Сделаем А митинги мы в поддержку Южной Осетии Тоже проведем Потому что Я говорю Все таки Народ Южной Осетии В нас нуждается Он нас как бы Направил на учебу Как представители Ну то есть Там лимитов не было Тогда мы сами поехали Но суть в чем была То есть Я говорю Люди там страдают Я говорю Им надо помочь Я говорю А вы говорите Вот о каких-то ценностях Типа не превращай Говорит Общественную организацию В политическую Я говорю У нас общественно-политическая Я говорю Я все равно буду этим заниматься Понимаешь И тут вот сейчас То же самое То есть Штормахас Да вы занимаетесь Там своими Там вот Сборами Этих денег С этих скопилок Там какие-то праздники Устраивайте И не лезьте сюда Мы здесь сами разберемся Понимаешь Вот то же самое Проходит здесь И максимально Формализуется И в итоге пришло к тому Что этот штурмахас Никто его не воспринимает То есть Их слово для молодежи Для кого-то Это ничего не значит А вот это и есть Потому что Это невыборный орган Его назначили Как бы По этой претензии Да даже если выборная То есть Если власть придет Там поставит ОМОН У входа И там выберут Те кто пришел Но тоже неправильно То есть Надо выбирать Не тех Да как могут выберут Я тебе объясняю Выбирает фамилию Собрались кливы Выбрали там Я не знаю Кого Тебя выбрали И все И они уже отвечают За тебя Вот И как бы Мы говорим Ну вот вы такого выбрали Необходимо Какой ОМОН Какой ОМОН Он что к вам На фамилии На фамилии Я тебе просто говорю Про Если власть захочет Допустим Она извратить может И тот институт Национальный Который есть То есть Если сделать Некий симбиоз Как ты предлагаешь Национальных Традиционных Обществ И современного Общества То есть Либо это Либо то А именно Взять лучшее Ну Грубо говоря Систему управления Допустим Российской Федерации Мы сегодня поменять не можем Мы говорим Про инструменты Гражданского общества Про которые постоянно Говорит Пути Нам нужно Гражданское общество Нам нужен Народный контроль На заходовании Бюджетных средств Он что не об этом говорит Об этом он говорит постоянно В поддержку президента Мы общественный контроль Можем создать Мы же ничего не хотим Мы не претендуем на власть Нам не нужна доля В бюджете Мы просто будем Присматривать за тем Как расходуются Общеповые деньги Ну например Все Больше ничего не надо Но если там написано Например В бюджете На этот год Что должен быть построен Садик Ну ты же можешь Пойти Посмотреть А он не построен Там он или нет Да Там он или нет Это же Легко Сейчас же все это Публикуется На сайтах На разных Я думаю Федеральная власть Наоборот Заинтересована в этом Потому что Это такой будет Контроль региональных элит Я не вижу В этой проблемы Они заинтересованы В этом я не знаю Но вот я По Южной Осети Могу отследить Какие-то варианты Что у нас уже Три раза должен быть Фонтан Перед площадью Перед театром Его нет И на фонтан Выделено В десятки раз Больше денег Чем выделяется На развитии экономики И так далее И говорят О каком-то Экономическом прорыве Ну то есть Много всяких моментов Никакого общественного контроля Нет Все боятся Того Что у нас Власть сильная Вот у нас так И люди не понимают Что Даже чиновники Не понимают Что они Вот как ты назвал Крысят У своего народа То есть да Он своим Детям Может быть Обеспечит Какие-то Лексусы И так далее Но в то же время Он из этих Детей не сделает Мужчин И женщин Достойных Они Они Не задают Мужчин И женщин Они воспроизводят Фош Понимаешь или нет Они Фош воспроизводят Потому что Не фош Он отличается Воспитанием Если воспитания нет Ну вот правильно Те англичане говорят Просто слово Еще так Легло на осетинское ухо Ну а по сути У них же такое Разделение идет То есть У них внутри Их класса Там ну Это крысятничество Ты что Это не дай бог Это страшное дело Внутри У себя Не знает Это слово Фош Это животное Скотина То есть Прямой перевод Если кто-то не знал Просто Может В детстве Как бы Была одна преподавательница Она всех На кого злилась Фош называла И я всегда думал Я говорю Зачем она его В шой назвала То есть Южный диалект Он же отличается От северного Я старший класс Северный день закончил У меня бабушка Тоже Кричала Поэтому Поэтому Как бы Вот Животные То есть Все Все вот эти люди Которые не попадают В элиту Вот я Прослушал ролик Который Вот именно То что Аскезу Приучают Это на самом деле Античная форма Государства Платона Что ты После Писелета Отдаешь Ребенка Государству И государство Воспитывает Но они сделали Государство В государстве То есть Государство Для твоих И государство Для всех остальных Конечно И в то же время Сейчас В эпоху интернета Мы узнали об этом То есть Мы можем Какие-нибудь Национальные школы Сделать То есть С изучением Национальных традиций И так далее Но для того Чтобы мы их сделали Нужны учителя То есть Мы с тобой изучаем Ну как бы Исследуем По нашим возможностям Эти вопросы Вот Мы столкнулись с тем Что вот Были в Карабахе И там встретились Профессорами Из Армении Они говорят Типа Вот мы там На древнеармянский Надо изучить Кого-то послать Чтобы они там Историю Алан изучили И так далее Они говорят Ребята В отличие от вас Мы работаем Мы уже все перевели На несколько языков На современный армянский На русский На английский На немецкий Переводят И так далее Приезжайте Изучайте историю То есть Мы заключили договора И так далее Но к сожалению К сожалению Даже у людей И возможности у людей Нету Изучать эти вопросы Государство Наверное Не совсем заинтересовано В том Чтобы обучать Специалистов По этому направлению И так далее Вот у нас Необходимо Чтобы была народная воля Чтобы люди Стремились к знаниям У нас этого нету Понимаешь А это убивается Даже вот Единственный социальный лифт Который у нас есть Это спорт То есть Чтобы был какой-то Социальный лифт Чтобы человек Грубо говоря Стал кандидатом наук Доктором наук Его тоже Вот так Подняли Вот в Америке Ты вот пойми Ты вот пойми Сос Правящему классу Вот те Кто сейчас Ну у кого Мы чьей колонии Являемся Им нужны Хорошие Поратор Наверное Как бизнесмены Обслуга Им нужны Наверное Хорошие Шартагаты В виде спортсменов Воинов Сирии Ну да Что Воевали Да А вот Аллагаты Им не нужны В регионах Совершенно Люди Которые Национально-мыслящая Интеллигенция Которые Можут начать Национально-свободительную борьбу Или там вызов бросить Какой-то Понимаешь Или хотя бы Интеллектуально Как-то противодействовать Конечно Они нужны В этом-то Все и дело Первое Что уничтожили В Советском Союзе Советскую интеллигенцию Уничтожили Научно-техническую Культурную Прочую И уничтожают Всегда Под корень В первую очередь Что сделал Тимур Когда пришел На Аллане Он первым слоем Речиство все Истребило И он продолжит Понимать Это голова Понимаешь Голову отрезал Все остальное Это всадник без головы В лучшем случае Ну Убить культуру Историю И все И сам народ Растворится В любом другом народе Вот как Столыпин сказал Я его повесил Говорит Народу которого Нет самоосознания Говорит Подобие навозу На котором Произрастают Другие народы То есть Ну если мы хотим Быть навозом То надо продолжать Отрицать свою культуру Свою гдау Говорить о том Что это не нужно Это пережитки прошлого И так далее Что Грубо говоря Для девочек Целомудрия Это ерунда Это какие-то Пережитки прошлого У вас проблемы Со здоровьем будут Да там И максимальное Идет развращение Там с детства Там через фильмы Через интернет Через все там А мужчинам Быть сильными Быть жесткими Пользоваться Жесткими энергиями Это Да ты что Ты горный что ли Да что ты творишь Давай посидим Побухаем То есть Вот навязывание Вот этих стереотипов И есть уничтожение нации И сегодня у нас Есть выбор Либо мы идем По пути Самоуничтожения Через вот разложение Как вот Если кто-то думает Что наших Дау Вот сейчас мы его просто В полной мере Раскрыть не можем Мы больше Про происходящее Говорим Изучить изнутри Вот это Эти Систему Поведения Людей Именно В Гдаве Которые Именно В Асданал Которые Ну Высшее сословие Да Вот так его назовем Как себя вели То есть Это Я думаю Что любые Царские Там Рада В России Там Рюриковичи И так далее Они бы позавидовали нам Что у нас есть Такая система ценностей А эта пушина Одинаковая вся была Вот даже Я сегодня же выкладывал Пуштунский кодекс чести Но это же Вот типич Из этого Рон Аддал Вот пуштун Пуштун Валай Вот я выложил В фейсбуке В инстаграме Можете почитать А пуштун И на кударском Разговаривает почти У меня в университете Учились Я с мамой говорил И они такой Подбежал Говорят Ай Что там Я говорю Я тебя не понимаю Братан Ты же на пуштунской Говорил Я говорю Не Друг мой Я на стинском На южном диалекте Как в своем селе Оказался Похоже Похоже С нами же В Афганец Был пуштун В Донецке Он говорит Я 70% Понимаю Что вы говорите Очень похожие Языки у нас И они очень Тщательно это берегут И ислам Не смог это растворить И ислам Сверху Лег на это Но На фундаменте Все равно Лежит этот пуштун Валай То есть Кодекс чести Пуштуна И у них Короче Как считается Такой настоящий Как у нас Дауджин Лока У них называется Ариан То есть Ариан Это вот такой Мужик Понимаешь Арий Настоящий Ариан Это говорится Ариан То есть Они вот Юг Получается Афганистан И север Пакистан Вот эту горную Там местность Они называют Ариан Вот там Арии Единственные остались Ну у нас Тоже чуть-чуть есть Он говорит Да Разлагается Видишь Такими Жесткими темпами Быстрыми Эпоха интернета И вообще Всего То что происходит Слушай Ну это же В Ветхом Завете Описано В Ветхом Завете Когда захватываете Какую-то территорию Первым делом Нужно уничтожить Что? Уничтожить капище Вырубить святые рощи Убить жрецов И сжечь их Святые книги Это вот В Ветхом Завете Записано Это им такие Наставления давали А да Это кровавые книги Ну да Вот У нас заканчивается Уже эфир Слушай Двадцать секунд Осталось Спасибо большое Я думаю Спасибо тебе Очень интересная тема Нужно ее еще обсуждать Да Мы продолжим Обязательно Дорогие друзья Пишите комментарии Будет интересно Мы соусом будем отвечать Спасибо большое Всем добро Пролетело Время незаметно